поднимите руку если в течение недели на вашу молитву пришел ответ есть такие да 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 если кто-то может просто громко сказать не всю историю вот на что в какой сфере был ответ финансы исцеление финансы бог отвечает мы хотим получать ответы на молитвы и только что нас ободрили что есть листочки в которые вы можете писать нужды я ободряю вас писать иногда как мы думаем но бог же и так видит все что нам нужно ну зачем писать но уже так много людей свидетельствовали когда писали молилась церковь старейшина отдельно молится понедельник мы скидываем и регулярно молимся и так много свидетельств когда именно люди напишут вовлекают больше людей в молитвы бог отвечает второй вопрос хотите ли вы чтобы всей вашей жизни каждой сферы бог прославлялся конечно хотим чтобы бог был прославлен и нам важно сознавать что мы как люди как творение созданы были чтобы прославлять мы не можем не прославлять знали это но если мы не прославляем бога то кого мы прославляем чаще всего себя кого-то или что-то но мы всегда кого-то прославляем но наше желание как последователи христа прославлять нашего небесного отца прославлять бога всей своей жизнью и конечно же никто из нас не хочет быть неэффективным. Мы все хотим быть успешными. И сегодняшний наш отрывок, он даст нам ответы. Что нам делать, чтобы наши молитвы не просто были услышаны, отвечены? Что нам нужно сделать, чтобы прославлять Бога всей своей жизнью в каждой сфере жизни? И что нам нужно сделать, чтобы быть успешными? Мы продолжаем читать Евангелие от Иоанна. Сегодня у нас 15 глава, притча о виноградной лозе. Очень известный отрывок, известные стихи из этого отрывка. И давайте вспомним, в каком контексте написана эта глава. Захар, Рома и Семен напоминали нам, что это последние часы Иисуса с учениками перед предательством и распятием. И Иоанн очень детально описывает в нескольких главах, что они делают, о чем они говорят, о чем дискутируют. И начиная с 13 главы 1 стиха и до конца 15 главы, Иисус говорит о огромной теме любви. 13 глава 1 стиха написано, что Иисус до конца возлюбил своих. В 34 стихе той же 13 главы Иисус говорит, «Даю вам новую заповедь, любите друг друга». На самом деле это не что-то новое в Писании. И когда Иисуса спросили, какая главная заповедь, мы шанарак это называем, «Возлюби Всевышнего, возлюби Ближнего». Иисус говорит новая заповедь, «Любите друг друга». В 14 главе во многих стихах Иисус говорит, что важно любить Иисуса, что любовь будет проявляться в том, что мы исполняем заповеди, которые Иисус дает. Сразу после нашего отрывка в 9 стихе Иисус также говорит о исполнении заповедей, и это и есть любовь к Иисусу. И в 15 главе эта следующая проповедь будет продолжаться, что нам важно любить друг друга. И вот такая большая тема в нескольких главах любви Божией, любви к Богу, любви к ближнему. И мы можем задаться вопросом, Иоанн, почему не раньше, не позже, а не в конце этой темы любви, а именно посередине он ставит эту тему, раскрывает притчу о виноградной лозе. И ответ очень прост. Наше понимание любви, оно очень искажено грехом, оно исковеркано, оно ограничено. Без того, что мы будем пребывать в Иисусе, мы никогда не сможем любить ни Бога, ни ближнего. Таким образом Иисус пытается сказать, вы хотите любить Бога, вы хотите любить ближнего, человеческих ресурсов недостаточно. Человеческими ресурсами мы никогда не сможем. Чтобы вам по-настоящему любить Бога и ближнего, нам нужно пребывать в Нем. Давайте прочитаем наш отрывок. Так, я попробую, насколько... У нас работает презентация? Окей. Но если ребята исправят, будем видеть на экране. Давайте откроем, уверен, у вас есть электронные Библии или простые, 15 глава с 1 по 8 стих. Евангелие от Иоанна, 15 глава. Можете послушать. Я, Есмь, истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы боли принесла плода. Вы уже очищены через Слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я, Есмь, лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода, и будете моими учениками. Аминь». Важно отметить, что в нашем отрывке, в этих восьми стихах, слово «будьте» или «прибудьте» восемь раз повторяется. На это мы должны обратить внимание, это значит, что очень важно. Шесть раз повторяется слово «плод». Давайте постараемся разобраться, о чем здесь говорит Иисус, и что это значит для нас. Наш отрывок мы можем разделить на три части. Первый, второй стих — это взаимоотношения виноградаря, лозы и ветвей. Третий, пятый стих — это взаимоотношения ветвей по отношению к виноградарю и лозе. И шестой, восьмой стих — результат. Жалко, что экран не работает, но двигаемся вперед. И Иисус начинает с седьмого и последнего утверждения «Я есмь». И я хотел как раз напомнить о всех утверждениях. Я буду зачитывать, так как на экране не видно. Давайте обратим внимание, какие утверждения Иисус говорил «Я есмь» и какие обещания Он дает. Шестая глава, тридцать пятый стих — Иисус говорил «Я есмь хлеб жизни». И это значит, что никто не будет голодать. И речь, конечно, не идет о обычном хлебе. Речь идет о том, что Иисус может утолить самые глубокие наши потребности. Это то, о чем говорил Максим в своем свидетельстве, и это мы сами лично знаем. И Иисус есть хлеб жизни. Восьмая глава, двенадцатый стих — Иисус заявил «Я свет миру». И Он пообещал, что каждый, кто последует за Ним, будет иметь свет жизни в себе. В десятой главе, седьмом стихе, третье утверждение, Иисус сказал «Я есмь дверь овцам». И речь идет о спасении через Иисуса. Только Он является дверью. Четвертое утверждение, в десятой главе, одиннадцатом стихе, Иисус говорит «Я есмь пастырь добрый». Иисус говорит «Пастырь добрый, Он отдает свою душу за овец». И мы знаем в Писании, что Иисус добровольно страдал, отдал свою жизнь ради каждого из нас, за грехи каждого из нас. И на третий день Он воскрес, и Он живой. Пятое утверждение, как раз Иисус говорит в одиннадцатой главе, двадцать пятом стихе «Я есть воскресение и жизнь». И Иисус обещает вечную жизнь каждому, кто последует за Ним. Супер, следующий слайд. А, пока только у меня есть, да? Все, не буду отвлекаться. В четырнадцатой главе, шестом стихе, шестое утверждение Иисуса «Я есть путь истины и жизнь. Никто не придет к Отцу, как только через Меня». Рома проповедовал. И Он смело заявил, что спасение только через Иисуса. Нет у других. И в нашем сегодняшнем отрывке Иисус говорит «Я есть истинная виноградная лоза, Отец мой виноградарь». И мы можем увидеть, что речь идет о заботе и защите. Интересно, что для первых читателей, когда они слышали «виноградная лоза», сразу была ассоциация с ветхозаветными книгами, где под лозой всегда подразумевался Израиль. И это можно в Псалмах прочитать, у Еремии, у Исаии, где Бог называет Израиль лозой. И так часто Он пишет, что «Вы не приносите плода». И первый стих начинается, что Иисус – истинная виноградная лоза. О чем это должно нам говорить? О том, что есть и другие лозы. Он не единственная, но истинная одна. И мы все с вами очень хорошо знаем, как питаться от лозы эгоизма. Когда я в центре материализма, Максим сегодня делился в свидетельстве, и мы видели себя, мы стремимся достичь, доказать кому-то что-то, имея, и этим мы подпитываем себя. Признание, успех, дела, и этих, так скажем, лоз очень много. И мы с вами очень хорошо знаем, как подпитываться от них. Но Иисус – единственная, истинная виноградная лоза. Аминь! Да. И во втором стихе начинается аграрный урок от Иисуса. Если от Иисуса – это очень важно. Что мы здесь видим? Мы видим два вида ветвей. Иисус говорит, «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Может сложиться впечатление у кого-то, что лоза для красоты. В нашем отрывке и в понимании, для чего лоза? Какая главная цель? Принести плод. Она не просто должна красиво выглядеть и радовать. Цель – принести плод. Если кто-то в зале, кто когда-нибудь сажал и ухаживал за виноградной лозой, я никогда… Вот раз, два, три, четыре, пять. Я не знаю, может, здесь пропустил. На первом три человека только было, здесь пять. Вы более опытные. Никогда не сажал, не ухаживал за лозой. Чуть-чуть посмотрел видео. Если меня не обманули, значит, я что-то знаю. Если обманули – сори. Но многие из нас сажали когда-то картофель, помидоры, огурцы. Есть такие? Намного больше. Принцип на самом деле очень похожий. Ненужное сухое отрезать и выкинуть, и очистку делать или посынкование. И именно об этом идет речь. Как-то мы с супругой приезжаем к друзьям в Кукштау. Они в частном доме живут. Теплица классная. И мы видим, теплица высокая, и зелень прямо внутри полная. Мы думаем, о, там помидоры это были. Думаю, помидоры, они, наверное, очень хороший урожай имеют. Зашли когда домой, я сразу решил комплимент сделать. У вас, говорю, такая классная теплица. И супруга нашего друга говорит, урожая нету. Я говорю, а что случилось? Она говорит, все годы я занималась, и когда приходило время посынкования или обрезки, вот помидор растет, кто понимает, цветочек – это потенциальные помидоры или грозди помидоров. И опытные фермеры, не знаю, как назвать, садоводы, они отрывают какое-то количество этих цветочков. И вот наш друг, смотря как его жена отрывает, он говорит, ты что отрываешь, это же будущий урожай. И она устала, говорит, следующий год теплица твоя. В общем, когда все цвело, было красиво, он ожидал много помидоров. Но когда как раз мы приехали, помидоров не было, но ботва была, то есть выше моего роста. Да. И здесь мы видим пример, что есть сухие ветви, их отрезают. Нужно взять ножовку, секатор, щипцы, просто безжалостно отрезать, выкинуть, некоторые еще замазывают эти места. Но также смотреть лишние побеги. Или даже если слишком много плода, оторвать. Оба процесса, они неприятные. Если мы думаем, о, я такая лоза, о, так классно, Бог меня очищает. Ну давайте мы подумаем, каким образом Бог нас очищает. Это далеко не комфортно. Когда мы начинаем видеть грех внутри нас, что-то ненужное, что Бог хочет обрать, зачастую это в таких сложных обстоятельствах проявляется. Зачастую это во взаимоотношении с кем-то. Мы видим злость, негодование, недоверие. Таким образом Бог показывает нам. И если мы говорим, Господи, очищай меня, он как добрый виноградарь подходит, что надо отрезает, отрывает. Так что сок сочится, это больно, это некомфортно. Но добрый виноградарь, отец, он делает, либо отрезает, сухое выкидывает, либо очищает те ветви, которые живые, для чего? Чтобы красиво было? Точно! Чтобы больше плода было. Вот я на одном видео о винограде посмотрел, и вот человек объяснял, он говорит, если я хочу получить маленькие кисточки винограда, я не буду большую обрезку делать, но если я хочу большие грозди, килограмм, даже полтора килограмма, я больше обрежу побегов, чтобы вся сила из лозы шла на меньшее количество гроздей, но они тогда будут больше. И именно это делает наш Отец Небесный. И в контексте всей истории мы понимаем, что пример Петра и Иуды, он отражает. Иуда, мы понимаем, он не верил в Иисуса, и мы чуть позже прочитаем этот отрывок. И он был просто обрезан, как сухая ветвь. Петр, несмотря на то, что он предал Иисуса осознанно, не один раз, не два, три раза, в нем осталась вера, и Бог продолжал его очищать. Заработал? Прекрасно. Я только здесь не вижу. Ребята, вы будете переключать, да, или мне надо? Супер. Следующий слайд, третий, пятый стих. Взаимоотношение ветвей к лозе и виноградарю. Давайте прочитаем третий стих. Иисус говорит, вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. И у нас такой может конфликт возникнуть. Только что мы читали о двух видах ветвей. Одни обрезают, выкидывают. С этим все понятно, и в шестом стихе мы позже прочитаем, что с ними делают. Но второе написано, он очищает. И понимая аграрию, это не делается один раз. Это делается с определенной регулярностью, как минимум раз в год весной, когда лоза начинает наливаться. И здесь говорит, вы уже очищены через слово. Но первое, давайте вспомним диалог Иисуса с Петром, когда Иисус умывал ноги. Это 13 глава. И вы помните, Иисус переоделся, как раб, приняв вид раба, начал умывать ноги. Петр говорит, не-не-не, только не ты, Иисус. Он говорит, если не умой ног твоих, не имеешь части со мной. Ну, Петр, он из одной крайности в другую. Он говорит, давай всего меня умой. И что Иисус отвечает в 10 стихе 13 главы? Иисус говорит ему, а мытому нужно только ноги умыть. Потому что чист весь. И вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал, не все вы чисты. Понимая, что здесь говорит Иисус, был ли Петр безгрешным и совершенным? Нет. Но Иисус называет его чистым, потому что он верит и следует за Иисусом. И также Иисус называет Иуду нечистым, не потому что он хуже, чем Петр, потому что он не верует в Иисуса и не следует за Ним. И поэтому, говоря о процессе очищения, обновления, освящения, он будет для каждого из нас процесс длиною в жизнь. Но Иисус видит чистыми тех, которые веруют в Иисуса, исповедуют Его Господом и следуют за Ним. Скажем на это Аминь. Давайте обратим внимание на 4-5 стих. Прочитаем. «Прибудьте во Мне, Иисус говорит, и Я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во Мне, и Я в Нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего». В этих двух стихах я выделил 4 пункта. Слово «прибудьте» мы видим 4 раза. Это значит, очень важно. Иисус также заявляет, что ветвь сама по себе не может приносить плода. Иисус ожидает, что плода будет много, так же, как Он говорил во 2 стихе. И очень сильное заявление Иисуса в конце 5 стиха. «Без Меня не можете делать ничего». Давайте постараемся разобраться. Так часто вообще в Евангелии от Иоанна слово «пребывать». То есть, с одной стороны, это понятно, там быть вместе, какой-то коннект. Ну, что это значит? На примере иллюстрации лозы и ветвей мы понимаем, так, эта ветвь, она соединена с лозой. То есть, тот же сок, питательные вещества, которые в лозе, они идут и в ветку. И поэтому она приносит плод. Хотел вам дать другую иллюстрацию. В начале августа мы с семьей на машине поехали в Алмату, как вы догадываетесь, вернулись обратно. Дорогу, кстати, хорошо подделали, если кто-то собирается ехать. И я не замерял, сколько километров, но на одном участке, примерно 200 километров, никакой сотовой связи нет. И когда ваш телефон теряет сотовую связь, что он делает? Он активно ищет. Вы можете видеть, батарея быстрее садится. И я подумал, такая классная иллюстрация нас, людей, что мы постоянно ищем коннекта с кем-то или с чем-то. Но единственный правильный коннект или источник – это Иисус. С кем мы можем законнектиться? И как наш телефон он постоянно ищет, так и мы ищем. Как здесь наша сегодняшняя иллюстрация ветвь и лоза. Подумайте о телефоне и мобильной точке. Или телефон, если вы включите Wi-Fi, прямо сейчас у вас выйдет Мэрэо Шанрак. Но вы не сможете подключиться, если вы не знаете пароля. Правильный пароль – Иисус. После первого служения ко мне подошли «Алексей, мы попробовали Иисус набрать, не работает?» Я говорю, это был пример, это был не настоящий пароль. Эта сеть нужна для тех команды. Да, то есть, если вы попробуете, вы не подключитесь. Если мы представим вот этот роутер Божий, он работает по всему лицу земли. Каждый человек может законнектиться и пароль – это Иисус. Осознание, кто такой Иисус и его жертва. Но что мы иногда делаем, как люди? Мы себя в авиарежим выключаем. О, сегодня воскресенье, мы пойдем поклоняться. Раз с авиарежима выключаем, мы такие духовные. Возвращаемся домой, сталкиваемся в суету, в авиарежим включаем и не слышим, что нам Бог говорит. А Бог продолжает стучаться. Я иногда до своей супруги, она не знает, что я хотел сказать, не могу дозвониться. Она говорит, все нормально, телефон на беззвучном режиме. Мужчины понимают меня, о чем речь идет. Вижу, машут. Я говорю, я хотел тебе дозвониться, но не получилось. То есть, Бог, Он в постоянном, в активной связи с нами хочет быть. А мы то в авиарежиме, то у нас звук выключен, и мы не слышим, что нам Бог говорит. Вот о каком коннекте, о каком пребывании идет речь. Иисус говорит, ветвь сама собой не может приносить плода. Вы знали, что если ночью, когда плоды есть, с трех до пяти утра примерно подходить к веткам, можно даже услышать, как ветка старается и тужится, чтобы принести плод. Я пошутил. Некоторые начали улыбаться. Ветка, она такая, надо плод принести, надо большой плод принести. Она такая тужится, старается. Не фантазируйте. И плод принесла. Что нужно ветви делать? Быть на лозе или быть на дереве. Это естественная реакция или состояние ветви, которая к дереву присоединена, приносить плод. Так же и для нас можно... Мне надо больше плода, надо больше плода. И мы тужимся, стараемся и потом понимаем, как Иисус здесь говорит, вы сами по себе не можете. Если мы будем на лозе, если мы будем с Иисусом пребывать с Ним постоянно, не выключать себя, переводить в авиарежим, в беззвучный, но слышать, что Бог говорит, через Писание, через молитву, через братьев и сестер, через семью и понимать, к чему Он призывает, мы будем слышать и приносить плод. И Иисус здесь несколько раз говорит, много плода. И мы должны понять, если я пребываю с Иисусом, я не просто чуть-чуть что-то принесу, много плода. Максим сегодня упоминал, он говорит, когда я начал следовать за Иисусом, моя жизнь начала меняться. И я уверен, каждый, кто следует за Господом, вы можете свидетельствовать о том, как ваша жизнь меняется. И в конце пятого стиха Иисус делает очень провокационное такое заявление, ибо без меня не можете делать ничего. Мы такие, серьезно? Кушать приготовить могу, машину водить могу, что еще могу. Много чего мы можем перечислять, но посыл Иисуса не старайся даже без меня делать. Делай это со мной, приглашай меня. Многие из нас, перед тем, как водить машину, мы молимся. Если кто-то на самолете летит, мы еще сильнее молимся. Интересно, что изначально такого рода молитва, в чем она заключалась? В том, чтобы себе напоминать, Алексей, я ничего не могу без Господа. Я дышать без Него не могу. Что, Господь, все, что я не делаю, я хочу это делать с Тобой. Но почему-то со временем такого рода молитвы они стали приобретать такое вот, как заклинание некоторое. Надо помолиться, чтобы на всякий случай ничего не случилось. Давайте вот этот менталитет менять. Там, раз в аварию кто-то попал, а ты помолился перед тем, как поехать? «Ох, точно, я же не помолился». Понимаете, да, о чем идет речь? Даже после молитвы можно отравиться, стукнуться с кем-то, в аварию попасть и так далее. Молитва – это не что-то, какой-то оберег. Это делать с Иисусом. Приглашать Его делать вместе. Скажет кто-то на это «Аминь». Аминь. И в 6-8 стихе мы видим результаты. И здесь есть одна плохая новость и две хорошие. С какой начать? У меня в конспекте с плохой, поэтому с плохой. Извините. Иисус говорит в 6 стихе, «Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». То же самое Иисус говорил в конце 2 стиха нашего отрывка. Ой, в начале. «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает». И что мы здесь видим? «Кто не прибудет во Иисусе, извергнется вон, засохнет и бросает в огонь». Уверен, у каждого из нас были ситуации, когда вы отпиливали какие-то ветви или, может быть, по детству лазили по деревьям, ломали. И вот ветка валяется в стороне. Она еще несколько дней будет выглядеть, как живая. Листики зеленые. Если там какие-то цветочки, плоды, будет все выглядеть, что она живая. Но мы все понимаем, это уже смерть. Она умирает. Она засыхает. Можно выглядеть, как будто ты живой, но ты мертв. Там нету жизни, там нет соединения с деревом. И здесь, когда Иисус говорит, «Кто не прибудет во мне, извергнется вон». Иисус не говорит здесь, если ты столько-то плохих дел сделаешь или вот это сделаешь, не сделаешь. Он говорит, если ты не пребываешь на лозе, не соединен, ты извергнешься вон, ты засохнешь, и тебя бросят в огонь. И мы уже с вами разбирали, что значит пребывать. И мы вновь можем задать вопрос, что значит не пребывать? Каким образом я могу отделиться? Павел очень хорошо описал в Римлянам 11 глава 20 стих. Он также использовал иллюстрации дерева и ветвей. И вот что он говорит в 11 главе послания Римлянам 20 стихе. «Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою, не гордись, но бойся». То есть каким образом ветвь держится с лозой? Верою. И здесь речь не идет о пассивной вере. Например, «Господи, я в Тебя верю, что Ты где-то есть». Вот все, речь идет о активной вере, о действующей вере. И Иисус это уже описывал в 8 главе 31 стих. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». То есть пребудете, погружены, вы знаете Слово Божие. И дальше он продолжает в 51 стихе, той же главы 8. «Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет Слово Моё, тот не увидит смерти вовек». И мы уже часто встречали вот эту комбинацию слов «пребывание в Слове и исполнение». «Пребывание и исполнение». И это и есть активная вера в Бога. Когда мы знаем Божье Слово, мы знаем, что Он хочет, и мы исполняем это Слово. что на основании 6 стиха с ветвями делают, которые извергаются вон. Она засыхает, и такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. И речь идет о конце жизни или о судном дне. Это значит, что сейчас есть время. Если вы еще не веруете в Иисуса и не следуете за Ним, на основании нашего отрывка все, что вам нужно – поверить в Иисуса, исповедовать Его своим Господом, и вы, как эта ветвь, присоединитесь и прирастете к лозе. Аминь! Вы, как вот этот роутер Божий, набираете пароль Иисус, веруя в Него, и вы в коннекте с самим Богом. Поэтому в плохой новости тоже есть хорошее, что время спасения сегодня, здесь и сейчас. Ну а теперь к хорошим новостям. В седьмом-восьмом стихе очень классное обещание от Иисуса. Я уверен, мы не раз слышали проповеди на эти отрывки, возможно, проповеди, стих просто был вырван. И давайте мы поразбираемся. Иисус говорит, «Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите и будет вам». И, возможно, мы слышали такие утверждения, «Чего не пожелаешь, проси и будет тебе». И мы такие просим и не получаем, и думаем, что-то не так, не работает. Если вы уже давно следуете за Господом, вы понимаете, достаточно часто Бог не отвечает так, как мы это хотим, но Он отвечает согласно своего плана. Я с 7 лет носил очки, до 32 или 3 лет. И был период, где я думал, я буду верить. И 3 года я не одевал очки, проявляя свою веру, молясь, не видя людей вокруг себя. Но я верил, сильно верил, искренне верил, молился. И потом у меня пришло осознание, Бог не старик Хаттабыч, не Дед Мороз, которого надо впечатлить, впечатлить, и Он тебе раздаст то, что ты хочешь. Исцелял ли Иисус всех людей? Нет. Воскрешал ли Он всех? Он говорит, я делаю то, что в согласии с волей Божией. И, конечно, у нас здесь конфликт, почему тому Он сделал, а мне не сделал, и мы можем, но нам важно понять, Бог виноградарь, Он лоза, я ветвь. Я должен доверяться Его воле. И поэтому в седьмом стихе в начале о чем говорится? Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, если мы соединены так с Богом, то чего не просите? Пребывая с Богом, понимая Его волю, мы не сможем просить у Бога то, что не является Его волей. И мы будем понимать в те или иные моменты, какая Его воля. И об этом Иисус говорил в предыдущей главе, 14 глава, 13-14 стихи. «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец Сыне. Если чего попросите во имя Мое, то Я сделаю». И нам важно понимать, что призыв всего отрывка пребывать в Боге, соединяться с Ним, быть подключенными к Wi-Fi роутеру Божьему. Мне понравилось очень одно высказывание известного Тимоти Келлера в книге «Прогулки с Богом». Я зачитаю это как… А, экран у нас работает. Супер. «Очень часто Бог не дает нам именно то, о чем мы просим. Вместо этого Он дает нам то, о чем мы попросили бы, если бы знали Его замысел». Я еще раз прочитаю. «Очень часто Бог не дает нам именно то, о чем мы просим. Вместо этого Он дает нам то, о чем мы попросили бы, если бы знали Его замысел». Конечно, мы не всегда знаем Его замысел. Для меня это иллюстрация, когда ночью туман, вы едете на машине, ближний свет фар, и вот вы чуть-чуть видите. И бывают такие сезоны в жизни. Мы хотим дальше видеть, где Он поворот, где камень, где яма, но мы не видим. И Бог говорит, доверяй. И бывают другие сезоны в нашей жизни. Солнце светит, не облачко. Мы видим далеко и знаем, что Бог от нас хочет. Но и в тех других обстоятельствах нам важно пребывать в Боге, знать Его волю и быть послушным Ему. В восьмом стихе, давайте посмотрим, здесь говорится, «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». У нас сегодня было классное время поклонения и прославления, правда ведь? Супер! Каждое воскресенье. И нам нужно продолжать прославлять Господа через музыку. Здесь ничего не говорится о музыкальных инструментах. Все очень просто. Хочешь прославлять Господа всей своей жизнью, что ты можешь сделать? Приносить много плода. И мы уже разбирали, что приносить плод не надо тужиться, пыжиться. Нужно пребывать на лозе, быть с Ним, и Бог будет работать изнутри, в нас. И быть Его учеником, быть Его последователем. И мы можем прославлять Бога именно этим. Теперь давайте вот в контексте всего нашего отрывка постараемся суммировать седьмой-восьмой стих. Следующий слайд, пожалуйста. Я это сделал так. Если вы знаете Меня, имеется в виду Иисус, Мое Слово, и исполняете Его для прославления Отца, то просите и получите. Если вы знаете Меня, Мое Слово, и исполняете Слово для прославления Отца, то просите и получите. Аминь! Будем просить и получать. И в нашем отрывке нету третьей ветки, третьего состояния. Ты либо растешь и приносишь плод, либо ты умираешь. Либо ты на лозе, либо ты извергаешься вон. Нету посередине состояния между умными и красивыми. Либо ты на лозе, либо ты умираешь. И очень важное наблюдение, которое я когда-то услышал, по лозе не видно, где заканчивается сама лоза и начинается ветвь. Это лоза, если вы видели. Раньше я думал, это дерево такое, и там грозди висят. То есть это тоненькое, зачастую диаметром сантиметр, полтора лоза, ее надо укладывать, и грозди висят. И ты не можешь сказать точно место. Вот до этого места лоза идет, а вот это ветвь. И это классная иллюстрация того, что люди, глядя на последователей Иисуса, на нас с вами будут видеть Иисуса через множество плода. Скажем на это аминь. Я хочу начать с вопросами, закончить, вернее, вопросами, с которых начал. Хотите ли вы, чтобы ваши молитвы были услышаны, отвечены? Конечно, да. Хотите ли вы, чтобы Отец Небесный был прославлен через вас? Конечно же, да. Хотим ли мы быть эффективными в каждой сфере нашей жизни? Конечно же, да. И я постарался суммировать, что этот отрывок практически значит для нас. Если хочешь быть услышанным, успешным, плодотворным, прославляющим Отца, то делай это с Иисусом. Аминь. Помолимся. Господь Иисус, Ты для нас величайший пример, который Ты показал, пример любви. Наша любовь человеческая настолько она исковеркана, извращена, испорчена, мы нашими человеческими ресурсами никогда не сможем любить. Мы даже себя не сможем любить, не говоря о ближнем, или если говорить о любви к Богу. Но твоя любовь безусловная. И это тоже для нас непонятно, как это так, что нету никаких условий, чтобы ты любил, а ты любишь каждого человека, самого последнего грешника, успешных людей, достойных людей, как это общество называет. Ты любишь всех одинаково. Более того, мы понимаем, что ты не можешь любить сильнее или слабее, ты любишь совершенной любовью. И мы сами никогда не сможем так любить. И когда ты учишь о любви, ты нам пытаешься сказать, пребывайте во мне. Не только в воскресенье, не только когда вы молитесь, не только когда вы читаете Библию или на домашней группе встречаетесь. В каждой сфере вашей жизни пребывайте во мне. Делайте это со мною. И я молюсь за каждого из нас, чтобы мы учились это делать с тобою. Так как когда мы работаем, во взаимоотношениях в семье, с супругами, с детьми, с родственниками, коллегами, с друзьями в нашей церкви, чтобы все, что мы не делали, мы делали это с тобою, осознавая, что без тебя мы не можем делать ничего. И делали это, прославляя тебя и принося много плода. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok